Здравствуйте! Чистую правду расскажу вам, меня зовут Саша, у меня доклад называется по-разному, по-русски и по-английски, я по-английски вы видите, как он называется, а по-русски я не помню, там тоже что-то просто. Про линукс. Про страшные истории, про линукс, да. Работаю я главным инженером в компании Никитин Скай, что бы это ни значило. Давайте я расскажу немножко про нас, кто такие мы, что такое компания Никитин Скай, это маленькая консульсная компания, которая находится в Питере, занимается она тем, что называется веб-оперейшнс, это если у вас есть веб-сайт, мы, возможно, его вам уроним, сначала уроним, потом поднимем, вы же понимаете, как это бывает, уже нужно получать за что-то деньги. Занимаемся автоматизацией, что бы это ни значило, пишем всякие плейбуки для Энсбелла, вот что это значит. Занимаемся оптимизацией производительности, и вот как раз про оптимизацию производительности будет этот мой доклад. А еще мы спонсируем наш местный девокс-метап в Петербурге, и если среди вас есть петербуржцы, поднимите руки, кто из вас петербуржец? Ну, нормально, так себе, для вас петербуржцев, приходите к нам, пожалуйста, на девокс-метапы, это бесплатно совершенно. Вы будете слушать ужасные истории, прямо вот, не платя за это ничего. Да, я теперь хочу узнать, а кто вы? Наверняка вы фанаты Linux, потому что только фанат Linux в такую погоду может выйти из дома и прийти за деньги слушать всякую чушь. Ну, я не знаю, есть ли у вас не фанаты Linux? Мне кажется, опасно, опасно, есть, да? Запомните этого человека. У вас, среди вас есть не фанаты Linux. Я фанат Linux, ну, не знаю, так получилось, что я с 97-го года использую Linux и уже привык к нему. И среди вас, наверное, есть разработчики. А кто из вас разработчик? Да, смотрите, среди вас действительно есть разработчики, и, возможно, среди вас есть даже веб-разработчики. Не стыдитесь. Ну, слава богу, слава богу. В этот раз они не проникли в зал. Есть среди вас системные архитекторы? Немного есть. Не знаю, что там. Что такое системные архитекторы? Что-то означает. Ну, и, может быть, среди вас затесался перформанс-инженер. Смотрите-ка. Затесался. Отлично. Примерно такую аудиторию я и ожидал. Это прекрасно. Почему Linux? Ну, нет, потому что ничего, кроме Linux. Я сегодня нашел бесконечно радующую меня картинку, на которой нарисован, разными цветами нарисован Linux. Вот 95,8% публичных сайтов вебе, они под Linux. И год Linux на Дескопе наступил уже очень давно. Вы просто не заметили это, но у меня на Дескопе Linux уже, наверное, лет 8, что ли, может быть, 9 даже. Поэтому Linux. Я думаю, что я был убедительным. Как работает Linux в лучшем мире, в идеальном мире? Ну, отлично работает. Заходишь на сайт, и сайт работает. А как работает Linux в реальном мире? Я думаю, все увидели эту картинку. Вот в этот момент, в этот момент появляемся мы. И кастомер, он как бы очень волнуется, но это так мягко сказано. Я не знаю, как это приличными словами сказать, что он делает, но он как бы садится вам на голову, на шею, плотно начинает клевать вас. Кастомер такой большой дядь с железным клювом. И мы должны что-то быстро ему сделать. Лучше всего, если мы сразу все исправим. Проблема в том, что очевидный план не работает. И мы должны быть готовы работать по неочевидному плану. Что такое очевидный план? Очевидный план, он вот. Надо изменить их. Причем кастомер настаивает, чтобы мы шли по очевидному плану. А что вы изменить что-нибудь? Вот же, давайте SSD сейчас купим, и все будет нормально. И все станет лучше тут же. Вот изменить что-нибудь и дождаться того, чтобы стало лучше. Причем, когда кастомер ждет этого лучше, он продолжает вас клевать. У него как-то включается такой режим, что он тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Что происходит, что происходит. Откуда мы знаем, что происходит? Вот. И в конце концов, это должно привести к немедленному, хорошему результату. Я не знаю, почему этот план популярен. Может быть, у вас есть какие-то идеи. Может быть, он прост. Но вы знаете, мой план, который нормальный, он тоже прост. Вот, я вам представлю. Хороший план. Хороший план. План очень простой. Надо собрать метрики, проанализировать их, придумать гипотезу, выработать план по изменению одного параметра, изменить один параметр. И продолжать этот план выполнять до тех пор, пока у вас не наступит счастье. И если вы в школе физику учили, вы должны понимать, почему этот план именно таков. Потому что ноги у него растут из плана физического эксперимента, просто наоборот. Ну, это очевидный план, я не знаю. Чем он хуже того? Знаете, чем он хуже того? Тем, что метрики нужные на момент падения не собираются ни у кого. Как выясняется, даже у меня они не собираются. Когда приходят люди и говорят, а выяснили, почему у нас упало? Я говорю, ну, откуда же я выясню, почему у вас упало? Давайте, если у вас есть машина времени, давайте отмотаем туда. Включим метрики, соберем их, потом посмотрим, почему у вас упало. А если нет у вас машины времени, давайте дождемся нового падения, но перед этим новым падением успеем что-нибудь сделать. Что мы успеем сделать? Как мы собираем метрики? Замечательный Брэндон Грэг, очень люблю его, он нарисовал вот такую картинку. Когда я гляжу на эту картинку, я вспоминаю детство сразу. Мама и папа, как было хорошо в садик просыпаться в 8 утра. Сейчас я в 8 утра уже почти не просыпаюсь никогда, но тем не менее, у меня сейчас гораздо хуже. У меня лицо вот такое вот, когда на это смотрю. Я даже не знаю, сколько здесь слов написано на ней, я посчитать не могу. Я наверняка некоторых из этих тулов никогда не использовал. Но тем не менее, вот такое количество у нас есть вариантов, как нам снять метрики для анализа. Довольно много, я бы так характеризовал. Видно хорошо? Я не знаю. Но тем не менее, даже если не видно, просто поверьте, что там мешанин какой-нибудь. Я даже не знаю, правдива ли эта картинка, потому что как бы это надо потратить время, месяц жизни на то, чтобы понять. Да, как мы в своей практике это делаем? У нас есть замечательный взгляд и итог. Чем она замечательна? Тем, что она умеет записывать системную статистику в файлике. Вы не поверите, это бесценно. Я ее стараюсь включать везде. Проблема в том, что когда ее включаешь по дефолту, у нее коллекционный интервал 600 секунд. А интервал 600 секунд не нужен вообще ни за чем. У вас как это узнать? У вас событие успевает произойти, да, между двумя интервалами записи. И вы приходите почитать, а что у вас было? У вас было хорошо и хорошо. А как бы, и что? Кастомер от этого не очень хорошо, потому что, ну, хорошо, да, как бы, по графикам все нормально. На всех графиках все хорошо, кроме графика revenue, да, где как бы дыра такая между первым и вторым интервалом. Поэтому я оставлю 30 секунд. Когда я не забываю, когда у меня плейбук отрабатывает до конца, у меня 30 секунд даже применяются. Проблема в том, что машин много, и я не очень помню, где 30 секунд, а где не 30. И вот регулярно всплывают машины, где не 30 секунд. Это очень печально. Еще мы любим, я не знаю, я вот не успел найти логотипа Церкви Метрик, потому что его не существует. Кто из вас состоит в Церкви Метрик? Тайный адепт. Я вас оставил. Вступайте. Отличная вещь. Причем, места сложить никакие не надо, надо просто графики рисовать. Вот мы рисуем графики тем, что два года назад у меня был графайт стэк. Сейчас у меня нет графайт стэка, потому что я из него выбросил графайт. У меня есть графана, дальше какой-нибудь нормальный сторож человеческий, но только вот не графайтовский вискер. И есть какой-нибудь коллектор, который здесь условно обозначен коллегди, но мы рассматриваем другие варианты тоже, потому что коллегди написан на си. На си мы писать умеем, но не любим. Мы, может быть, любим писать на языке гоу, потому что на языке гоу человек, когда пишет, ему кажется, что в этом будущее. Откуда же ему знать, что будущее не в этом, как в объединенной войне. Еще мы используем тул под названием юрелик, он для нежадных кастомеров платный, а мы, поскольку жадные люди, и не кастомеры никакие, мы его просто в бесплатном варианте втыкаем, для того, чтобы... Ну, я пока не буду говорить для чего, я вот сейчас до нужного слайда домотаю и расскажу, для чего юрелик хорошо используют. Больше он ни за чем не нужен. Вот он с одной ровноцелью бывает нужен. Да, и утилита, которую я открыл для себя уже в таком зрелом возрасте несколько месяцев назад. PI-тистат. Кто из вас знал, что PI-тистат существует? Вот они, настоящие перфоманс-инженеры. А я вот не знал и пользовался IO-топом. IO-топ в результате пишет какие-то странные вещи. Я не знаю, как он аккаунтит. Вот PI-тистат оказалось вообще... Причем оказалось, что он был с нами всегда. Вот это вот самое непонятное. Великий Брэндон Грэг открыл для меня PI-тистат, после этого я только им и пользуюсь, чтобы понять, какой процесс молотить PI-тистат больше всего в абсолютных величинах. Понятно, что если молотить PI-тистат каким-нибудь сигналшал вводом или выводом, то это не самая большая беда. Но тем не менее, грубо оценив, что происходит, PI-тистат позволяет. Дальше тоже замечательные совершенно утилиты. Перв-топ и перв-рекорд. Я думаю, что вы тоже, наверное, их применяете? Внимите руки, кто применяет. Ага, смотрите, все применяют. Ну и как вам? Не стесняйтесь. Хорошо. Хорошо, это прекрасно. Вы знаете, классные утилиты очень модные. Очень хорошие результаты рисуют, использовать невозможно, к сожалению. Почему-то. Это утилиты, которые хорошо подходят разработчикам. Пожалуйста, не утилиты. Не утилиты? Собственный язык. Нет. Все-таки можно докрутить до того, чтобы это была утилита, но это хорошо подходит, если у вас есть готовая к использованию первая среда. Если у вас стоят debug symbols, если у вас все пересобрано без флага Amit Frame Pointer, ну, если вы, в общем, так сказать, инвестировали немножечко, ну, месяца два, да, рабочих своих, в то, чтобы у вас все было красиво. Брэндон Грэг, он, видимо, кому-то из падаванов сказал, «Слышь, дружище, ты как-то там сделай нормально в среду». И дружище через три месяца пришел в слезах, похудев на несколько килограмм, и принес ему среду. А у меня, если падавану такое сказать, то падаван просто в лучшем случае встанет и уволится, а в худшем он придет в офис с чем-нибудь взрывчатым, просто на этом он с компанией закончится. Несмотря на то, что у нас нет офиса, но тем не менее он знает, где я живу. Поэтому я людей стараюсь вот такими вещами не пугать. Ну, вот нужно быть готовым. Приходишь к кастверу, говоришь там «Перв что-нибудь», и «Перв» начинает показывать что-то, и в попытке осмыслить что-то ты понимаешь, что тебе нужно колл-граф ему задать дворф, и что это все процессор жрет. Если у тебя работает «Перв», и в этот момент по процессору начал ударять еще кто-то, то как бы, ну, все, привет у тебя там, фреймы будут потеряны. Не знаю, у меня как-то вот... Я положительно отношусь к «Перву» и жду, когда какие-нибудь большие люди, типа «Интел», «Интел» же собирает свой собственный дистрибутив, в котором они сказали, что они все будут собирать с «Дебаг Симбулс». Это отлично, это вот то, что нужно, потому что замечательный дистрибуфик «Бунту», который у нас, я не знаю, надо отмотать, мы увидим, что он сейчас на топе, на всех серверах стоит «Бунту». Там есть два независимых способа поставить «Дебаг Симбулс», которые между собой конфликтуют, кроме всего. И чтобы использовать второй, надо найти специальный репозиторий, заморочиться. Ну, в общем, это... Вы знаете, как бы я человек ленивый, я, когда у кастомера ничего не болит, я стараюсь обслуживать другого кастомера. Про того кастомера забыть, ну, потому что у него все хорошо. И когда у кастомера случается что-нибудь, ты прибегаешь, а там нет ничего, ни дебаг Симбулс, ничего вообще. Ни герфа никакого. Ты думаешь, блин, где я был в прошлый раз? Вспоминаешь, что в другой раз ты был, ну, у другого кастомера там где-то, да, или в баре, я не знаю, где-то был. И нет у тебя ничего, поэтому тебе неудобно. И вот этот неловкий момент, когда тебе неудобно, он, ну, знаете, хорошо решать проблемы, будучи здоровым, веселым, выспавшимся и с кэшем в кармане. Но когда человек находится в таком состоянии, ему не надо решать такие проблемы, у него ничего не болит. Кастомер ему не позвонит, потому что у него нет никакого кастомера. А понятно, что когда ты приходишь, у тебя все сломано, и ты думаешь, ну, сейчас я поставлю дебаг Симбулс. Неправильный ход мысли. Сиздик. Отличнейшая вещь оказалась. Сиздик. Скажите, а кто из вас Сиздик использует? Никто не использует. Ну, кто-то, ну, слушайте, он это, по сути, делал очень мало. Почему? Смотрите, вариант использования Сиздик. Это отличная штука. Меня она спасала. Я не буду сегодня рассказывать кейсы, когда меня спас Сиздик, ну, потому что он не сильно спас. Но, тем не менее, это связано с тем, что у нас доступ к диске не очень линеен. Да, у нас вот кусочек нагрузки с диска убрали, а общая нагрузка не поменялась. Потому что нашелся какой-то более шустрый процесс, который как бы занял место предыдущего. Поэтому Сиздик хорош для того, чтобы диагностировать, а кто у нас по диску-то елозит. Но немедленных волшебных результатов он не приносит, к сожалению. В плане ситуации с диском, это просто космос. Я всю жизнь, наверное, ждал такую утилиту. Кроме того, Сиздик есть куча других скриптов, которыми я пока не пользуюсь, но со временем я научусь, а тогда вообще у меня, наверное, будет шесть рук. И Aestat. Старый добрый Aestat, которым легко оценить процент сатурейшн-эдиска. Тоже очень важная вещь, которая нас неоднократно спасала. Я раньше не читал Брэндона Грега и не знал, как же оценить, что с диском происходит. Но все время путался, смотрел в команде ТОП на IO8% зачем-то. А это же ни о чем. Он же пропорционально количеству ядер. И вообще в Linux зачем-то IO и каунтится на процессы. Казалось бы, так как... Я не знаю, какая логика, но тем не менее, понять, сравнить две машины. Если у вас на одной машине два ядра, на второй 32, то у вас процент IO8 будет существенно разным. А диски одни и те же. Ну, как можно теплое с мягким сравнивать? Вот есть замечательный процент диск сатурейшн-эа, который как бы четко показывает, а что у вас с диском происходит. Вот на него я и ориентируюсь. А Aestat его показывает в последней колонке. Это прекрасно. Самый типичный случай. Самый типичный случай очень простой. Я про него расскажу бегом, потому что про него, в общем, ничего знать не надо. Он такой легкий, смешной. Либо CPU очень сильно занят пользовательскими процессами. Это если человек успел SSD купить зачем-то. Либо диск забит. Тоже довольно сильно, да, больше 60% используется, если у человека нет SSD. Ну и, конечно, у него старый добрый PHP, MySQL, и не написан ни здесь Bittrex. Потому что ребят из Bittrex я уважаю, но на основе я их помещать не стал. Bittrex ни в чем не виноват на самом деле. Виноваты другие люди, которые пользуются Bittrex. Это немного разные вещи. Ну, вы зря смеетесь. Пользоваться Bittrex надо уметь. Да, ну, собственно говоря, дальше low-handed fruits. Это вот то, что легко исправить. Когда у вас человек поставил MySQL и вообще не читал ничего, что в конфиге есть, и оставил там стандартный, там, не знаю, 16, по-моему, мегабайт, поданный тебе баффер, или там 128, по-моему, не помню, сколько там, но, в общем, в современном мире этого мало. И еще синхронный коммит включен. То есть, каждая транзакция, стоит автокоммит, стоит синхронный коммит, каждая транзакция вызывает F-Sync. Замечательно. Ну, вот поскольку мы это исправили, лучше-то не стало. Почему? Потому что видно, что в слово Query Lock продолжают падать медленные запросы, и причина существования медленных запросов чаще всего в том, что у них сортировка, буфера сортировки используется, вообще индекс невозможно написать, который бы это лечил. Ну, либо возможно, но сейчас вот как раз будет вот замечательный слайд, на котором нет слова New Relic, но New Relic, он именно для этого и нужен. Для четвертого пункта этого плана. Первый пункт – это поставить адемометр, который умеет саморизовать то, что у нас в слово Query Lock. Ну, собственно, включить слово Query Lock, набрать статистику, отсорцировать запросы по суммарному времени исполнения, почитать планы этих запросов, понять их, удивиться, заплакать, пойти к разработчикам. Разработчики в этот момент встают и говорят, что ты знаешь, у нас есть бизнес-задача. Тем более, эти запросы у нас генерируются в ядре Bittrex, поэтому шел бы ты нафиг с претензиями. Ну и все. На этом, в общем-то, взаимодействие, как правило, заканчивается, что кастомер прибегает с криками, мы показываем в анимометр, кастомер смотрит и говорит, а что это такое? Ну и, в общем-то, сложно работать с такими людьми. Это, знаете, такая нетехническая проблема. Получается, что либо мы должны вклиниться в процесс разработки и все это как-то порешать сами, ну, либо мы должны время от времени ругать разработчиков, а толку от этого никакого нет, потому что разработчиков уволить нельзя, он единственный человек в компании, который знает бизнес-процесс. Ну это вот, знаете, как это, замечательный раскрытый поговорок, когда Краилову ведет по подалову. Если люди доросли до такой ситуации, ну, им, наверное, им предстоит такая мучительная смерть долгая, если они не выработают план по приведению процесса разработки софта у себя в компании в приличный вид. К сожалению, мелкие и средние кастомеры, они все вот такие. Давайте поговорим о выбивающихся из общей колеи историях, они вот интересные очень. Первая история – это про Грэфайт и Виспер. Вот реально, я вот три дня назад разговаривал на Диопсиском канале российском на тему того, почему люди до сих пор пользуются Виспером и Грэфайтом, и оказалось, что действительно, ну, они, на вопрос, почему отвечают так, а нет же больше ничего. Вот про нет же больше ничего – это неправда. Они не поэтому пользуются. А потому что вот большие ребята, типа Mail.ru, они себе могут просто позволить столько дисков в машину впихнуть, что как бы им все равно, сколько это метр плюется. Я помню, когда из Mail.ru люди читали доклад про мониторинг, они сказали, что это Виспер, и я в изумлении подну на руку и спросил, а как они этого добились. Они сказали, что ну а у нас хороший коллектор стоит как бы. А я просто не был на начале доклада, и тот слайд, где было нарисовано 16-10 тысяч оборотных САСов в дисковом массиве, я просто слайд пропустил. Если у вас есть столько дисков, вам все равно вообще, когда вы мне такие пишете, по большому счету. Но, тем не менее, есть альтернативный вариант. Мне вот не нравится, у меня много кастомеров, у меня много небольших установок, у меня нету этих самых 16-10 кей РПМ САСов, и есть обычный SATA Drive. Вот у меня у одного из кастомеров я нарисовал графики. У меня был Whisper, а я взял InfluxDB, который примерно вот в это время, InfluxDB 0.9, он начал нормально работать где-то между июлем и августом. Я решил попробовать. Еще не зная, что через 2 недели эта штука заработает по-человечески, я взял там какую-то там, они называют это релизм, но это не релизм. Я вот включил, в момент, когда я включил бетчинг, у меня нагрузка с диска ушла. Все было прекрасно. Да, но почему так? Надо же объяснить как-то. Потому что мы храним... Whisper — это просто набор радифайлов. Когда у вас много файлов, у вас получается, что в раз в 10 секунд должны 20 тысяч файлов пройти и обновить. Файлы — это метаданные, метаданные — это боль. файловая система у вас самая обычная. А InfluxDB — это Time Series Database, внутри которой LSM3, который оптимизирован для того, чтобы в нее писать. Но, как бы, те, у кого создрайвы, те смотрят на это все, так сказать, как богатый человек, начиная этого вау от 1.0.1. Следующий кейс. У нас синдром внезапной смерти сайта. Все начинает ползать в какой-то момент. New Relic не показывает ничего необычного. New Relic нужно, чтобы девелоперов, так сказать, в него носом тыкать и говорить, это вы, это вы нагадили. А здесь некого тыкать, потому что, ну, если, конечно, по словам ничего необычного, мы можем понимать ситуацию, когда у вас на сайте, на котором никто не ходит, параметры такие же, как на сайте, на котором 10 тысяч пользователей в день. А у нас на сайте не ходил никого. Мы быстренько посмотрели, PHP нормально, MySQL нормально, никаких сортировок нет. Все запросы используют индексы. Только все очень медленно. Оказалось, что люди, которые собирали этот сервер, а сервер был покупной, личный, они в BIOS просто отключили HCI режим, и все работало в режиме IDE. Знаете, с таким очень нелегко столкнуться. Я не знаю, как я догадался до этого. Я реально в тот же вечер как-то догадался. Вот нету никакого, я не могу вам никакой, так сказать, человеческий объяснимый путь, кроме как чисто интуиции, предложить для того, чтобы вот этот кейс решить. Но тем не менее, я как-то смог. Да, ну, на случай, если вам все еще не страшно, вот еще один кейс, который разворачивается прямо сейчас. Я сегодня с утра его пытался дорешать. Время от времени, вот в New Relic нарисовано полное падение, да, ничего не отвечает, почему-то. Мы, New Relic показывает, что все тормоза в PHP. При этом, если посмотреть, сделать какой-то профайлинг, в PHP все нормально. И даже сейч консоли работает с лагами, что говорит о том, что на машине вовсе не в юзер тайме проблема-то. Это скорее характерно для проблем с диском, а проблем с диском никаких нет. Ничего в CPU графиках не видно плохого. Flame Graph замечательный, который показывает просто-напросто разбивку стекфреймов по всей машине, это вот с помощью Брэндон Грегорских тул нарисованная вещь, но не показывает ничего страшного. Ну, вот, куча стекфреймов, чем-то занятка HP, FPM, какая-то беда. Как мы это решили? Старый добрый A-top. Я пошел почитать A-top за вот тот период, когда было падение. A-top для таких дураков, как я, делает подсветочку. Вот тех мест, которые ему не нравятся разными цветами. И таким у меня голубеньким цветом было подсвечено место, где было написано, что IRQ% больше 50%. Что такое IRQ% в терминах A-top, я понятия не имею. Да и в общем-то мне было все равно, потому что я просто понял, что происходит, я побежал и поставлю Мунин. Мунин – это штука из какого-то там, не знаю, из начала 2000-х, да? Кто из вас использовал Мунин? Вот, вы знаете, Мунин – это отличная вещь, потому что посмотреть статистику по прерываниям где-то еще, кроме Мунин, невозможно. Заметьте, я умудрился весь доклад, за весь доклад ни разу не сказать слово «запикс». Ну, вот теперь я сказал. У кого из вас есть запикс? Есть, я знаю, есть. Как в запиксе сделать такой график? Мунин. А в Мунине у меня график был через 10 минут после установки. У него единственная проблема в том, что у него период опроса 5 минут. Но на суточных интервалах меня это не сильно беспокоило. И мы видим, да, у вас график был грифмический. Мы видим такие сильные выбросы. Вот эти вот выбросы – это Rescaddle Interrupts и TLB Shootdowns. То есть у нас все время происходит переключение контекста. Мы, вот я сегодня с утра думал, что я догадался, почему это, но оказалось, что я не догадался, почему это. Но, по крайней мере, у меня теперь есть план. Теперь я знаю, что вот я нашел такую вот ссылочку в убунтовском вики, где написано «Отключайте по очереди ACPI, локальный ACPI, эпик, еще что-то, еще что-то». Ну, в общем, старое, доброе про процесс, так сказать, удаление новых модных фишек из системы. Я забыл сказать, что это у меня виртуалка под QVM. Для виртуалки под QVM? А что вы смеетесь? Что-то о кого-то. Там не сильно нагруженный сайт. Ну, да, там люди деньги зарабатывают довольно большие. Но вот они почему-то любят виртуализацию под QVM. Я решил с кастомером не спорить, решил дождаться, пока не совсем упадут. Но, тем не менее, я думаю, что мы это победим. Это не первый раз, когда я в QVM вижу такие проблемы. Я просто раз в три года с этим сталкиваюсь и забываю, как это в прошлый раз решалось. Помню, что вот что-то отключали. Вот тут, видимо, тоже надо будет что-то отключить, и все станет хорошо. Вот. Надо сказать, что по графикам понять, что происходит, было невозможно, потому что у них оно все время так работало. Просто вот вдруг оно начало падать. То есть, там все время был высокий систем тайм, все время было много прерываний. Просто это их не беспокоило. А тут вдруг начало. Я смотрю и понимаю, что вот все то же самое, что вчера, только ничего не работает. Но, тем не менее, мы как-то справились. Я надеюсь, что мы справимся целиком. В крайнем случае мы выросим QVM. И, судя по вашему смеху, это будет правильное решение. Ну, что можно сказать в завершение. Linux это круто, коллеги. Я очень рад выступать на Linux конференции, потому что, ну, наконец-то, да, наконец-то я дождался. В Петербурге есть своя Linux конференция. Никуда ехать не надо. Да, никуда ехать не надо. Перформансы женили, он вот такой, немножечко сложный, потому что, вот, если бы кастомер не клевал, все было бы классно. Как в физмашколе на Олимпиаде, да. А поскольку кастомер все время долго получается, как-то, я не знаю, как в Вьетнаме. Вот. Ну, не надо паниковать никогда. Всегда надо нарисовать план и по нему двигаться. План я, в общем-то, вам уже нарисовал. Спасибо. Если у вас есть вопросы, я готов. Круто. Какие вопросы, господа? Я, на самом деле, очень короткий вопрос. А какая версия ядра в той Ubuntu на КВЭГа? А там не Ubuntu. Там Windows какой-то кастомный. А что тут за бухпорщина? Ну, 2.630 какой-то. 2.632. Там 6.6. 6.7%. А то у меня была хорошая идея. У меня в сервере хорошая идея, и вот, в сервере приходится их выбрасывать. По поводу статистики по EO. Я просто тоже задавался этим вопросом. Делал маленькую программу, которая просто писала по байтам. И пытался гетер-юсаж сделать. Вот оказалось, что нормальная статистика работает только в Цинтос. И вот, как, ну, Путин, у меня почему-то взял. Это IOTOP, который? Это гетер-юсаж просто в байтаме, который дает информацию о записи. То есть нам было строго там делать F-Sync, и тогда информация свежая, там приезжала. Нормально себя адекватно, им убириться в Цинтос, или нет? А ZTFS вообще не каунтился долгое время против этой статистики. Поэтому... Не знаю, чем объяснить. Просто факт. Придолжение? Попробуйте F-Trace. Что? Попробуйте F-Trace. У меня вопрос по измерению нагрузки на SSD-диски. В интернете много пишут о том, что на утилизацию, на очередь, на SSD-диски смотреть нельзя. Можете смотреть только на IOTIME. Вы с этим как-нибудь сталполис анализировали, и какие параметры вы смотрите для SSD? У нас SSD работает в качестве кеймера. Для кэша обычно мы стараемся пока не использовать системы, где чисто SSD, потому что у нас не набрана статистика использования таких сетапов. У нас обычный SSD стоит write-through или write-back кэшем. И обычно, обычно, в тот момент, когда мы в систему, где не было кэша, ставим кэш на SSD, после этого все становится хорошо. С такой нагрузкой, чтобы с SSD были проблемы, мы пока создавать не умеем. Но еще маленькие. Спасибо, Александр. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!